приветствую вас дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно надеюсь что видно и слышно замечательно и мы традиционно начинаем наш информационный вебинар все самое интересное в swc ну и вообще технологии которую мы с вами финансируем все вместе уницкой string technologies меня зовут сходов алексей и традиционно два раза в месяц мы с владимира масловного проводим разъясняющие так скажем вебинары потому что сейчас такое время что очень много новостей есть о которых даже мы как руководство фондов не знаем и они естественно все положительные давайте немножко пробежимся потому что произошло уже то есть это для тех кто будет только-только к нам присоединяться и слушать первый раз вебинар и все в курсе абсолютно я думаю что полностью уже произошел ребрендинг и переход на название юницкая string technologies это историческое самое правильное название зао струнные технологии это технологии юницкого а еще более глобальная и точно выразился анатолий эдуардовича то есть это технологии которые объединяет транспорт с небом то есть юницкая string technologies струнные технологии объединяющие транспорт с небом это долгосрочная дорожная карта которая закладывает ну наверное все пожалуй направления которые возможны в группе компаний и и вы из сегодняшнего обзора интервью с анатоли эдуардовичем поймете насколько много компаний будет находиться в этой группе компаний я могу сказать что уже очень много в плане пиара в плане маркетинга позиционирования прошло событий которые мы с вами уже вспоминаем как такие вот прошлые события и действительно они уже очень давно произошли но тем не менее для тех кто только присоединяется к нашему проекту я могу сказать что эти события очень на руку и очень помогают для того чтобы осознать грандиозность масштабов происходящего то есть приезжали журналисты the national был видеорепортаж тоже от самых различных изданий эти слайды я буквально буду пролистывать для того чтобы понять что технологии действительно говорят тот кто будет впервые возможно смотреть наш вебинар и говорят не просто в российских сми не просто в каких-то пресс-релизах из точки зрения мирового блогинга из точки зрения международных мировых сми из точки зрения обозревателей как онлайн обозреватели так и в рамках сша и японии также говорят об униска стрим технологии и это абсолютно не мудрено потому что на самом деле на сегодняшний день абсолютно на нет конкуренции данной технологии это наша с вами удача потому что занимать рынок намного проще когда конкуренция минимальна ну и вообще я могу сказать что в принципе вот то что происходит в инновационном транспорте сейчас то есть даже рассмотреть концепт гиперлуп концепт различных электрокаров различных электропилотируемых самолетов и так далее тому подобное то есть все все равно не в плоскости юницкой стрим technologies хотя конечно же это инновационный транспорт но то что время транспорта пришло измениться это однозначно и с этим уже не то что спорят выбирают какой транспорт на самом деле будет наиболее востребован в будущем да кто-то говорит и в плане маркетинга в плане позиционирования что якобы через шесть лет земляне полетят на марс но логика юницкая стрим technologies я лично ее абсолютно поддерживаю гласит о том что максимальные блага должны быть даны человеку каждому живущему на планете земля при его жизни при нашей с вами жизни и в абсолютной экологии в абсолютно дружелюбной атмосферы инфраструктуры транспорта и городов нового типа без урона вследствие развития индустриализации и тому подобного что мы на сегодняшний день с вами очень часто наблюдаем очень активно развивается научно-инновационный центр ресуршн девелопмент центра юниска стрим technologies в шарже и я думаю что осенью мы с вами уже сможем узнать где же все таки будет проходить экофест будет ли он проходить на слово будет ли это абсолютно актуально на сегодняшний день потому что прогнозировать ничего нельзя я могу привести пример то что вообще сейчас очень серьезная ситуация с к сожалению с ковидом в индии и это все распространилось на близлежащие регионы как пакистан бангладеш непал и более того вот этот уже мутировавшие три раза вирус наиболее устойчивый в том числе к вакцинам проник в том числе на территорию сша будем искренне надеяться что не будет никакой третьей волны но вы видите каким образом сложился двадцатый год каким образом складывается сейчас попроще чем двадцатый год двадцать первый и произойти может действительно все что угодно но одно я могу сказать ничего не сломила ничего не остановила юницкая стрим technologies и когда многие компании закрылись когда многие компании обанкротились когда многие компании обязаны были переформатироваться на производство медицинского оборудования в 2020 году например и далее они также переформатирование продолжили несмотря ни на что юницкая стрим technologies гнет свою линию и развивается только в том векторе в только в той плоскости который был заложен еще более 40 лет назад генеральным конструктором анатолием эдуардовичем юницким и на самом деле это одна из логик компаний которые призваны быть построенными навечно есть такая замечательная книжка джема коллинза я очень сильно советую вам с с ней ознакомиться компании построены навечно либо просто построены навечно но есть еще не менее замечательный труд джима коллинза это переход от хорошего к великому почему многие компании продолжают свое развитие многие компании совершают прорыв а кто-то не совершает прорыв я считаю что сейчас как раз таки от логики хорошего производства от логики хорошего проектирования от логики хорошего кадрового резерва от логики многих-многих качеств которые абсолютно положительные уже компания начинает готовиться к действительно такой великой стадии я не побоюсь этого слова потому что ну то что услышал из интервью как seo юницкой стран технологии с инкорпорейтед надежды геннадьевны косаревой как и от антолия эдуардовича юницкого но это действительно говорит о том что компания уже сейчас задумывается как совершить максимальный рывок не только в плане того что мы с вами финансируем действительно прорывную и революционную технологию но и в плане того чтобы совершить рывок скачок и в корпоративном управлении и в производстве и в проектировании и в строительстве и в последующей эксплуатации построенных трассы и построенных адресных проектов для кого-то возможно что-то показалось неразъясненным в интервью антолия эдуардовича я обязательно по традиции сделал выжимку всего самого важного на мой взгляд и все разъясню на этом вебинаре вы видите насколько сейчас все развито и это уже фото прошлого как профессиональные так и любительские фото и готовится все к тому чтобы запущена была срок тяжелая трасса для демонстрации контейнерных перевозок для перемещения юниконта полно нагруженным состояние 40 и 60 футовыми контейнерами не как сейчас но и это неплохо что был была продемонстрирована усеченная версия для демонстрации движения для демонстрации абсолютно автоматизированного перемещения в содружестве в абсолютном дружелюбии с пассажирским модулем это говорит о том что в принципе не будет такого знаете вот я не люблю такой факта когда едешь по трассе и перед тобой множество фур едет их никак не обогнать и все едут в одном потоке ну и достаточно опасном потоке потому что кто-то может подрезать кто-то может по встречке поехать здесь в транспорте над землей абсолютно исключены такие пробелы и соответственно различные дорожно-транспортные происшествия потому что все происходит в сугубо определенном векторе движения по четкой направленной линии и это детерминированности движения которое исключает абсолютно различные не штатные ситуации которые возможно сейчас на традиционных дорогах мы видели неоднократно то что в принципе то что было на визуализации на картинках еще с 2014 года в исполнении оно либо как минимум также либо намного лучше и это логика это многочисленный опыт многочисленная демонстрация профессионализма юницкой string technologies при условии недостаточного финансирования почему финансирование недостаточно потому что обычно компании привлекают на такие задачи миллиарды долларов я могу вообще привести пример по развитию совершенно другой сферы и это как раз было одно из решений когда руководитель seo компании gilet стал делать упор именно на инновации так у нас возникли неполадки с записывающим устройством ну продолжим запись коллеги идет запись ю тубе все хорошо я надеюсь что все замечательно и вот я рассказывал про gilet они сделали выбор на инновации для того чтобы совершить прорыв то есть более миллиарда долларов было направлено и годы разработок для того чтобы создать станок которым сейчас многие мужчины пользуются и успешно по бритами начинает свое утро это технология сенсор и mac mac 3 новые поколения то есть представьте вот на просто бритву миллиарды долларов были потрачены и это стоит понимать на самом деле потому что все-таки здесь речь не о подобных средствах массового пользования о целой инфраструктуре о целых новых транспортных комплексах и логика и видение масштаб мышления антолий твардовича позволяет постоянно оптимизировать технологию и ее проектирование и и строительство даже в условиях недостаточного финансирования по сравнению со стартапами которые эти это финансирование получали то есть это тоже на самом деле абсолютно неповторимый факт и это войдет в историю юницкой стрим технологии что при условии финансирования мелкими средними да есть крупные инвесторы то есть больше трех сотен тысяч долларов больше пяти сотен тысяч долларов сейчас вы знаете что владимир маслов и франтишек solar находится в рабочих поездки в командировке во вьетнаме отсиживать сейчас крайние дни на карантине для того чтобы проводить переговоры именно по привлечению крупных инвестиций потому что на удалении было все подготовлено проведено и сейчас мы уже будем переходить как sky world community конкретики во в регионе вьетнама по привлечению потенциальных крупных инвестиций давайте пожелаем нашим коллегам отличных результатов ну а я могу сказать что так же как компания постоянно развивается и постоянно идет в ногу со временем несмотря на пандемию несмотря на недофинансирование мы как sky world community на также постоянно двигаемся в рамках лучшей логики для подготовки к нашему ближайшему будущему которое я описывал в прошлых вебинарах то есть тот кто не смотрел обязательно посмотрите или прочитайте в тезисах что касается на непосредственно видение и намерений sky world community на ближайшие пять десять лет потому что действительно мы эту дорожную карту построили и рассматриваем ее развитию ничего не закончится после пятнадцатого этапа после завершения пятнадцатого этапа финансирования корневого корневой технологии корневой компании и все только начнется и мы как sky world community искренне надеемся что дальше продолжим взаимодействовать в логике крупного инвестора венчурного фонда с компании юниская стрим технологии абсолютно у меня в этом сомнений нет потому что это стратегия сугубо выиграл выиграл но мы как sky world community я вам говорил неоднократно в принципе сейчас готовим постепенно без какого-то широкого оповещения новую систему обучения и продаж то есть это не только система обучения это в первую очередь система продаж и это позволит нам действительно выстраивать уже отдельные отделы продаж в разных регионах разных странах обучать наших партнеров для того чтобы люди которые возможно не работают по партнерской программе но в логике агентов смогли привлекать инвестиции и работать в компании sky world community то есть это логика уже приближенная это вообще в принципе в такой логике не было включено так и владение зданиями то есть сейчас девятиэтажное здание площадью более десяти тысяч квадратных метров это офис юницкая string technologies и здесь находится то есть это штаб-квартира инжиниринговой компании юницкой string technologies а вообще всего более до 30 зданий если быть точными 36 зданий и сооружений то есть эти здания поменьше какие-то для служивания какие-то для производства какие-то для управленческого состава каких-то конструкторских бюро но все это серьезные здания и сооружения аж в нескольких странах и этим всем мы с вами как совладельцы как инвесторы владеем то есть этого не было бизнес плане это наша собственность и естественно в худшей ситуации эта собственность может быть продано но я предполагаю что худшей ситуации не будет от слова совсем потому что ту технологию которую мы с вами финансируем ожидает весь мир и такая вырванная фраза специально вырвал из интервью анатолия дуардовича зависит от капитализации то есть ранее была стадия проектирования ранее была стадия отработки необходимых прототипов и вообще что необходимо что пригодна для рынка сейчас уже начинается капитализация более того по аудиту вы наверняка замечали и несколько лет уже про проходит аудит что компания показывает на некую прибыльную часть но это такой вялотекущий процесс но все же он имеет место быть на дополнительные работы логики зао струнные технологии если те или иные сотрудники либо производственной мощности либо какие-то измерительные какое-то измерительное оборудование не заняты и она естественно используется на полную чтобы не было никаких простоев это все учитывается в аудитах это все будет учитываться подготовки выхода на публичный рынок если компания вдруг решит выходить на ipo и кстати вот по логике выхода на ipo тоже лично аргумент анатолия дардовича я приведу потому что лучше и не скажешь и было сказано что мы уже перешли с вами стадию инвестиционного проекта самой технологии то есть часто говорят где же адресные проекты но уже построены пять трасс в экотехнопарке беларуси вещи строятся для тяжелых машин одна трасса построена в арабских эмиратах и две трассы строятся длиной по более чем два километра и все это масштабе один к одному это не просто какие-то примерные разработки то промышленный продукт и пять машин уже сертифицировано сделано 12 моделей причем совершенно разных они спроектированы на своем производстве созданным с нуля и это также также производство которым мы с вами как инвесторы владеем то есть это производство вообще станкам оборудованию которое имеет место быть на производственных площадях нет сравнения вообще в республике беларусь то есть это одно из самых мощнейших оборудований и если говорить не только про трассы то есть да тролли могут сказать да они строят только экотехнопарки только трассы как американские горки нет абсолютно ничего подобного потому что уже подписаны соглашения о конфиденциальности по будущей реализации конкретных проектов то есть это не соглашение о сотрудничестве они уже ранее давно были подписаны это не намерения какие-то это уже конкретная реализация конкретные предпроектные исследования которые естественно по всей логике должны быть оплачены и не может руководство юнискаи стран технологияс в силу индей говорить о каких-либо конкретных странах регионах проектах и по здравому умыслу тоже не может потому что ранее говорили в индии например сказали и на следующий день была такая история лежала у министра транспорта напечатанная буквально за ночь желтая пресса порочащая репутацию компании и вот представьте насколько кто-то пожелал противодействовать поэтому естественно все лучше держать в тайне но однозначно будет объявлено о нескольких адресных проектов которые будут реализованы то есть об этом не раз говорил анатолий едуардович с виртуальной трибуны и ранее он говорил в живую то есть это уже очень много раз было произнесено и в ином случае если бы это не планировалось антолий едуардович ни слова бы не произнес потому что его слова не расходятся с делом как показывает практика поэтому все больше людей и финансирует в технологии низкая стране технологии потому что многое зависит от руководства компании и я думаю что на следующих вебинарах я постепенно буду приводить аналогии вообще с типажом и управление и совершенные действий по сравнению с компаниями которые уже совершили прорыв и я сейчас вижу что что многое может быть вначале интуитивно но сейчас абсолютно обоснованно и абсолютно запланированно развивается так же как развивалась у компании которые обгоняли рынок то есть стандартные показатели рынка как nasdaq как s&p 3 3 с половиной раза то есть это нормальный обгон средней минимальной компании которая совершила прорыв и если говорить про такие компании которые совершали мега прорыв то есть тысячные проценты за десятилетия это показывала практика и опыт рассказал что это возможно и конечно же посмотрим за десятилетия я ни в коем случае по логике вообще работы sky world community не буду обещать никакую прибыль но потенциально риск прибыль могут быть достаточно удачными какие-то будут проценты никто сейчас не знает также как не мог никто предположить насколько выстрелит компания либо по насколько выстрелит даже компания него производства электромобилей буквально в начале этого года которая увеличилась более чем восемь раз просто тренды так сложились звезды так сложились а в логике развития компании uni sky stream technologies вообще все складывается что транспорт и инфраструктура должны полностью быть написанными с чистого листа на чем и занялся еще более 40 лет назад анатолий эдуардович и сейчас естественно это уже конкретные разработки и вряд ли кто-то сможет догнать если в этой логике начнет даже сейчас двигаться и развиваться хотя естественно конкуренция будет наращиваться и наращиваться то есть повторюсь адресные проекты планируется это уже первые адресные проекты которые проходят по документам работа у это уже все происходит ну и как я сказал ранее логика позиционирования брендирования компании антолий эдуардович также об этом оповестил и напомнил еще раз что есть корневая часть бренда есть вспомогательная корневая это струнный транспорт юницкого и sky stream technologies то есть транспортные технологии объединяющие небо и skyway это торговая марка продукта то есть это не название да можно воспринимать как идеология но даже та логика что множество было подобных названий как у гостиниц так и марки воды так и просто каких-то электро приборов да и айти проектов также были вопросы что это касается skyway technologies companies на тот момент называлась так головная компания нет не касалась это просто одинаковое название униска и стране технологии это уникальное название которое не повторяется она естественно запатентована зарезервирована и поэтому здесь уже игра так скажем началась полностью по взрослому для выхода на мировой рынок и все эти маркетинговые эксперименты уже увенчались полным успехом потому что в том числе это было сделано для того чтобы начать подписывать и начать реализовывать адресные проекты то есть стадия когда не веется когда этого не может быть уже давно пройдено и с этим я абсолютно поздравляю всех кто только присоединяется к нашему проекту была собрана команда это настоящий кадровый резерв и это было не просто под тысячу инженеров во время пандемии 2020 произошла такая вот естественная чистка естественный отбор осталось 650 человек и этой маленькой командой казалось бы совершаются очень большие дела и решаются достаточно непростые задачи и вот здесь я хотел бы остановиться владимир маслов останавливался возможно ну я еще раз остановлюсь потому что может быть кто-то недопонял был вопрос про досрочное завершение 15 этапа был вопрос про влияние адресных проектов на на движение по этапам бизнес-плана и антолий двордач отвечал здесь сугубо про 15 этап то есть не про то что два года будет лица 15 этап а то что фактически на строительство высокоскоростной трассе понадобится где-то максимум два года и потому что проектные решения все есть и причем это будет трасса совсем не та что сейчас мы видим что сейчас мы представляем на этих на парке на будет лучше и гораздо лучше то есть если то что сейчас представлено могут в теории повторить конкуренты то то что сейчас наработка в чертежах 3d моделях в внутри и в sky street technologies этого скопировать абсолютно невозможно и здесь логика вообще развития любого инфраструктурного масштабного бизнеса возьмем авиастроение например то есть многие думают что пока airbus к примеру не сделал реальных самолетов то есть у них были чертежи да у них были испытания продувки необходимые если все это было но реальных машин в таком количестве не было а дубай сразу купил несколько десятков самолетов это самый крупный авиапарк а380 в дубае и естественно аэрбаз продали дешевле самолет так как чертежей не было и в этой логике но не в продаже дешевле а в продаже по установленной 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 сравнение с тем что сейчас происходит на рынке транспортной индустрии на рынке инфраструктурной индустрии ценой Unisky Stream Technologies уже продает и реализует адресные проекты я думаю что в этом году настанет время и все мы с вами увидим уже официальные новости новости по проектам только когда их действительно можно будет уже разместить самое главное сказал антолий эдуардович это начать делать и показывать что уже это направление делается то есть как только будет поставлено на новой трассе первая опора уже можно сказать что проект на высокоскоростной трассы он начинается потому что опять же повторимся что все что касается разработки уже сделано есть полная доказательная база есть понимание как правильно проектировать правильно рассчитывать любые проекты любого масштаба по высокоскоростному направлению но я тебя скажу уж не будем говорить про пассажирское направление про грузовое направление высокоскоростной транспорт это машина сложности более серьезная чем самолет чем авиастроение то есть представьте вот опять же если кто-то сейчас предостаточно финансирует например при миллиардах но при отсутствии кадрового резерва при отсутствии наработок начнет это реализовывать сможет ли он догнать ну вряд ли и сейчас вот момент про айпио это об этом я говорил не раз и я вам говорил что многие компании выходят на айпио поздно либо вообще не выходят потому что могут привлекать финансирование дополнительное по-другому и и тут анатолий эдуардович четко сказал что айпио это необязательно то есть все мы ожидаем с вами не выхода на айпио на самом деле выплаты дивидендов по долям выплаты части от прибыли поступающей в юниска и стринк технологии и еще раз анатолий эдуардович сказал про капитализацию что она фактически серьезно стартанет когда начнется строительство конкретных трасс и конкретных проектов и от стадии чертежей к строительству анатолий эдуардович считает что в этом году уже начнется строительство то есть это не про трассы на этих на парке это не про трассы ресуршен девелопмент центре это конкретно уже про адресные проекты начнется серьезная капитализация в этом году то есть вот конкретика для тех кто думает сомневается присоединяться и не присоединяться и вот это вот я могу сказать мощнейший момент по поводу прогнозов какой компания видится через пять-десять лет здесь анатолий эдуардович сказал про группу компаний это тоже стоит понимать потому что генеральный конструктор мыслит не в логике одной компании группы компаний и для него направление струнного транспорта это все объявляющее направление это и транспортный комплекс это и полная инфраструктура это и линейные города и он рассказал что если двигаться по вектору который он заложил уже пятьдесят лет назад то через пять лет компания а группа компаний должна быть с капитализацией не менее пятисот миллиардов долларов то есть это не я говорю это говорит сам генеральный конструктор поверьте на слово он умеет считать в уме очень серьезные расчеты делают которые делают на бумаге инженеры и он сказал такую цифру а через десять лет не меньше триллиона долларов если говорить про капитализацию то есть это фактически потенциальный не то что даже единорог а десять единорогов как минимум ну даже пятьдесят сто пятьсот единорогов компании которые имеют капитализацию больше миллиарда долларов и это уже в расчете через пять лет представьте насколько много адресных проектов прорабатывается насколько много направлений сейчас прорабатывается для того чтобы сказать такую фразу потому что повторюсь все что говорит генеральный конструктор он говорит осмысленно он не говорит для маркетинга он не говорит для пиара чтобы это начали разносить и делать какой-то вау эффект нет он всегда говорит с расчетом с запасом как инженер и в работе будут через десять лет десятки даже сотни проектов будет мощное производство по всем элементам то есть это уже переход в логике Джима Коллинса классификации компании от хорошей компании к великой компании которая будет призвана быть построенной навечно это отдельное производство грузовых машин отдельное производство городских машин отдельное производство скоростных системы управления отдельно энергетика отдельно инфраструктура отдельно проектная часть выделяется в проектный институт в отдельную компанию и в группе компаний будет не менее ста компаний в разных странах и регионах по всему миру это не просто проектирование, строительство дорог. Но это необходимая эксплуатация. То есть компания, которую мы с вами финансируем, не только будет проектировать и строить дороги, но и эксплуатировать. Представьте, насколько от этого мощная прибыль. Ну и я здесь от себя добавлю вообще потенциал, который скрыт, который сейчас не обсуждается, который не был оценён, но его невозможно не замечать, потому что вы видите, что сейчас, в принципе, переход происходит на более высокоскоростные частоты интернета, и внутри путевой структуры может быть совершенно заложен новый стандарт скорости связи, новый стандарт вообще присутствия человека всегда на связи. Для этого не нужно будет запускать в космос спутники, не нужно будет покрывать всю Землю интернетом. Достаточно будет проложить трассы. То есть первое направление, которое недооценено, которое не рассматривается сейчас, это связь, это телекоммуникация. Второе направление — это транспортировка через газо-трубопроводы. То есть внутри путевой структуры тоже это может быть абсолютно заложено, потому что не раз мы видели разрез путевой структуры, и там может быть любой газопровод, любой, помимо электропроводки, различное перемещение, транспортировка газов и жидкостей. Это второе направление, которое недооценено. И третье направление — это, естественно, вообще полностью переформатирование мировой логистики. То есть будут границы, не будут границы, этого никто не знает, что будет работать все на блокчейн, скорее всего. Это однозначно. То есть сейчас в логике развития криптовалютного рынка, который уже достиг 2 триллионов долларов, я думаю, что ни у кого не возникает вопросов. И у меня единственное возникает вопрос. В криптовалютном рынке сейчас мощную капитализацию занимает такие мем монеты, то есть не имеющие никакой ценности, не имеющие никакого определения в плане применения. Просто монета была создана для развлечения, и сейчас она имеет капитализацию сотни миллиардов долларов. Но, с другой стороны, это не сотни миллиардов, извиняюсь, там, конечно, такой капитализации нет, ну, миллиарды долларов. И, с одной стороны, это печально, с другой стороны, это показывает необходимость того, что должна появиться та инфраструктура, которая реальные применения, такие в логике блокчейн, сможет рождать. И когда появится подобная индустрия, я не раз говорил, это мое предположение, это также недооцененная сторона капитализации, то, что будет стартап за стартапом появляться, и не исключено, что Unisky Stream Technologies и лучших сотрудников будет брать, и поглощать эти стартапы в логике «выиграл-выиграл», для того, чтобы и основателям стартапов было хорошо, и для того, чтобы конкретные задачи были решены. А может, это будет делаться все внутри Unisky Stream Technologies. Я этого знать не могу, могу только предположить, что да, это потенциальный недооцененный кусок капитализации. Напишите в чатах, какие еще недооцененные направления капитализации вы видите. Одно я уж не говорю про линейные города, и Анатолий Эдуардович сказал, что, в принципе, логика линейных городов, то есть создание новейшей инфраструктуры городов с нуля, это уже вообще, в принципе, потенциал сотен триллионов долларов. Вот вам и пожалуйста. То есть, в принципе, вся дефицитная мировая экономика может быть обеспечена. Это действительно может произойти при логике того, что, в принципе, возможно, одна компания вытянет проблемы всей мировой экономики. Но это будет не одна компания, это будет группа компаний. То есть, это будет вселенная технологий, как я называю. И это действительно может произойти, потому что мы видели, почему произошел бум доткомов, потому что IT-индустрия развивалась, развивалась, никакого реального применения не было, все рухнуло, и потом начала развиваться реальная IT-индустрия. Вот также, в принципе, сейчас в логике блокчейн, возможно, блокчейн ожидает что-то такое всеобъемлющее, которое может дать вектор направления, что развивайте, применяйте. Здесь понадобится и скорость транзакции, больше, чем для платежных средств, и многое-многое другое. И Анатолий Эдуардович пожелал терпения в ожиданиях и честно признался, что да, сроки сместились, был назван 18-20 год, но никто, с другой стороны, не мог предположить столько форс-мажоров. То есть вот здесь я могу сказать, это одно из качеств, одно из мощнейших, из главных качеств вообще основателей компании. Это, знаете, руководители и управленцы пятого уровня. То есть вот четвёртый уровень, он совмещает пятый уровень либо дан, либо нет. Это скромность и воля. Скромность плюс воля. И это всегда прослеживается в логике генерального конструктора, потому что он скромно, с волей прокладывает свой путь абсолютно на таран, с намерением и добивает своей цели. Но в данном случае мы с вами, как совладельцы настоящей и будущей этой технологии, ему в этом помогаем. И задача роста, развития системы обучения и продаж SkyWorld Community сделать из желающих привлекать инвестиции действительно те, кто может привлекать инвестиции в 10 раз больше. То есть комфортно, я говорил, для человеческого разума в 3 раза, то есть 3x. Мы закладываем, чтобы в 10 раз больше привлекать инвестиции. Если кто-то сейчас привлекает 100 долларов, он будет привлекать 1000 долларов. При желании, естественно. Но об этом, так скажем, по порядку. Процесс идёт, я нутро не буду рассказывать, не буду показывать, но идёт очень серьёзная внутренняя работа, чему я несказанно рад и счастлив. И генеральный конструктор сказал, что сроки вышли, да, спрашивают многие, где дивиденды, где прибыль и всё прочее. Но он сказал, всё это будет даже больше, чем вы ожидаете. То есть не просто, что не волнуйтесь, вы всё получите, даже больше, чем вы ожидаете. И вы не потеряете деньги, вы приумножите, очень серьёзно приумножите. Я повторюсь, инженерное мышление, то есть всегда подобные люди говорят с запасом. И здесь уже такой вот великий смысл, на который многие из нас с вами вначале присоединились к проекту, что это отразится на жизни детей и внуков. Они будут жить совершенно в другом, логичном, более чистом, более безопасном, в том числе благодаря технологиям Unitsky Stream Technologies. Это интервью я назвал бы интервью визионера. Я не стал здесь называть для того, чтобы не смущать тех людей, которые только-только будут смотреть вебинар, потому что мой вебинар Владимира Маслова перекидывается очень часто в виде копии тем, кто только присоединяется к проекту, для того, чтобы показать, а что происходит сейчас в проекте. Но космизм, вот по космизму, по общепланетному транспортному средству, здесь, я думаю, капитализация может обойти даже линейные города. И вот это действительно будущее, это футурология, но с помощью астроинженерных технологий, компанию, которую основал генеральный конструктор, и уже развивает это направление, это даже становится реальным. То есть из футурологии это превращается в реальность. Если, вот сравнивая с Марсом, пока непонятно, как кто полетит на Марс, но все уже заряжены маркетингово, прокачены, потому что необходимые политтехнологии в области пиара были использованы, необходимые способы, лучшие способы, естественно, маркетинговые были использованы, поэтому многие захотели. Но здесь вопрос вообще целесообразности и реальности исполнения задекларированного. Если говорить про космизм, даже здесь генеральный конструктор уже понимает, как что сделать, как набрать команду, и нет никаких сомнений, что из картинок, из конструкторского бюро в 10 человек это все преобразовалось в 650, в 1000 человек потом сокращение до 650, потом далее будет наращиваться, нет никаких у меня абсолютно сомнений. Давайте перейдем к следующему интервью. Это интервью уже Надежды Геннадьевны Косаревой. Это тоже очень важная фигура CEO Unisky String Technologies, супруга Анатолия Эдуардовича. И здесь можно сказать, что тоже, так скажем, Надежда Геннадьевна прошла огонь в воду медные трубы и очень стремительно обучилась тем навыкам, которые она сейчас применяет в своей работе. То есть я, когда слушаю интервью, я просто поражаюсь и радуюсь, в каких руках на самом деле сейчас находится вся операционка, все организационные моменты Unisky String Technologies. И насколько это сделегировано и распределено правильно, что генеральный конструктор, вся команда занимается созданием технологии, Надежда Геннадьевна занимается другими вещами, которые она осветила в своем интервью. И давайте быстро пробежимся. У нас сейчас немного времени осталось. Я на самом важном, пожалуй, остановлюсь. Остальное можете прочитать в тезисах. Здесь я хотел бы обратить внимание, что каждая великая технология должна соблюдать безопасность и охрану своих ноу-хау. Именно поэтому был выкуплен полностью под офисы целый офисный центр в Минске и была обретена своя площадка, которая удовлетворяет росту на два года вперед. То есть это серьезный показатель. То есть фактически это здание позволит вырасти до двух тысяч и даже чуть более людей. И, соответственно, далее еще только вперед приобретение новых зданий. Скорее всего, это будет в другой стране. Уже в той стране, если в Республике Беларусь вдруг не произойдет реализация высокоскоростной трассы, для реализации уже таких вот стратегически важных направлений. И, кстати, вот Анатолий Эдуардович отметил, что по высокоскоростной трассе будет много проектов, но это нужно продемонстрировать. И ни в коем случае это не говорит о том, повторюсь, что два года будет длиться 15 этап. Нет, два года с запасом будет строиться высокоскоростная трасса. Но продавать, реализовывать технологии можно еще задолго за это. Я хочу, чтобы вы обязательно это понимали, потому что было много вопросов. Я, если честно, восхитился и обрадовался этому интервью, даже с учетом того, что много и у нас сейчас информационного вакуума, как у членов общего управления Skyworld Community, как у лидеров, так и у RSW тоже много информационного вакуума. Вы думаете, что все показывается? Нет, не все показывается. Потому что максимальная безопасность должна быть обеспечена обеспечена даже при посещении топ-руководителей фондов. И прошлый год был достаточно тяжелый, но произошло переформатирование. И не было никаких потерь, я бы сказал, потому что произошла оптимизация, максимальная оптимизация кадрового состава. То есть не нужные отсеялись, а нужные остались. Это очень важно для перехода от хорошего к великому, потому что кадры решают все. И порой даже, может быть, непонятно, в каком векторе конкретно будет развиваться компания, в данном случае понятно, но должны остаться нужные специалисты. Ненужные должны покинуть. Вот этот отсев произошел, это один из критериев создания компании из хорошей в великую, произошел во время пандемии. И это произошло естественным образом, без всяких репрессий и принудительных увольнений, что-то подобного. То есть пандемия только все на благо развернула на самом деле. И Надежда Геннадьевна сказала, что компания на самом деле интернациональная. Для тех, кто является инженером, расчетчиком, хорошо разбирается в металлоконструкциях, стоит присмотреться к вакансиям, которые размещаются в Uniskystern Technologies, я думаю, у всех самых лучших работодателей, на всех самых крупных ресурсах. И подать резюме, если желают и есть на то потребность. Потому что компания многоциональная, но неважно, откуда приехал человек, главное, какой он специалист. И я думаю, что лучшие специалисты найдут свое место в Uniskystern Technologies, если того захотят. И направления. Направления, развитие, очень много их, как конструкторских бюро, 86 конструкторских бюро сейчас, но крупных давайте выделим 5. То есть это проектирование зданий и сооружений, то есть собственные здания и сооружения, не только станции, полностью здания, под ключ, высотные анкерные опоры, жилые здания. Можно проектировать, строить, все, что связано с депо, с вокзалами, все, что связано именно с инфраструктурой. Ну и, естественно, это уже такие зачатки для строительства линейных городов. То есть да, это самое начало, но сейчас это хорошо, в будущем это станет великим. И есть проектирование путевой структуры, то есть это тоже отдельное большое направление, очень много сложных узлов, сложных решений, и все это распределено, выделено отдельно, потому что строится транспорт на 100 лет, чтобы не получилось так, как с железной дорогой, так, как с трамваями. И далее есть конструирование транспортных средств, это тоже очень большое направление. И транспортные средства, опять же, не все показаны, как сказал Анатолий Эдуардович, и высокоскоростной транспорт, он даже будет иным. Ну и, наконец, отдельное направление, автоматизация путевой структуры транспортного комплекса. Это конкретика, которая показывает высочайший уровень компании, на мой взгляд, потому что не все компании делают этот продукт самостоятельно. Кто-то покупает, кто-то приобретает. И в логике, опять же, недостаточного финансирования была создана своя система автоматизированного управления, как путевой структуры, так и транспортного комплекса. А сейчас это целое отдельное направление, которое также можно будет реализовывать далее. Могу сравнить это со стандартом GSM, например. Могу сравнить это с различными стандартами в документации. То есть это закладывание стандартизации в логике EOS-T, потому что автоматизация также будет абсолютно своя, стандартизирована и сертифицирована. И по адресным проектам Надежда Геннадьевна повторила, Анатолий Эдуардович подтвердила его слова, что два коммерческие предложения сейчас находятся в работе и в ближайшее время будут реализованы. Несколько проектов, я думаю, это опять же с запасом было очень сказано, несколько, это может быть и 3, и 5, и 10, никто не знает, сколько это, но они сейчас все находятся в стадии подписания. Ну и я могу сказать, что действительно вот эти интервью, они не просто как интервью, они просто как такая вот демонстрация ежедневной рабочей обстановки USK Stream Technologies показывает, что действительно потенциально, возможно, теоретически подобное, диаграмма, подобная картинка может стать реальной. При условии озвучивания тех цифр, которые сказал Анатолий Эдуардович, и при условии того, что компания только-только сейчас начинает свой путь на коммерческом рынке. То есть мы находимся в 2021 году еще в самом начале реализации на коммерческом рынке. И я очень сильно жду, чтобы мы с вами насколько можно быстрее закрыли 15 этапов финансирования и приступили к финансированию уже следующих, более серьезных направлений. Например, как гиперскоростной транспорт, чтобы сделать самый крупный бизнес за всю историю человечества, как говорит Анатолий Эдуардович, чего не сделали вместе Стефансон, Форд и Боинг. И вместе мы сможем действительно это реализовать, дорогие друзья, благо, что вектор и дефрагментация цели у нас сделаны. Ожидаем с нетерпением следующих новостей, следующих интервью от основателей, от работников, руководителей КБ зао струнные технологии. Иногда будет РСВ производить такие интервью. Иногда мы, как Skyworld Community, будем выезжать. Мы не будем повторять друг друга. В этом плане нет никакой нужды как-то соперничать, что вот маркетинговые инструменты. Нет, они для всех. И единственное могу сказать, что мы с вами сделали правильный выбор, на мой взгляд, в логике существующих трендов, существующей ситуации в мире. Несмотря на то, что пандемия сейчас не останавливается, она развивается, но технологии Unisky Stream Technologies нуждается действительно весь мир. И сегодняшняя реальность показала это еще больше. Меня зовут Суходоев Алексей. С вами, как всегда, каждые две недели. Сейчас я готов ответить на один-два вопроса и будем завершать. Повторюсь про бота. Обязательно посмотрите и откройте приложение, если вы действительно захотите принести свой вклад. И в данном случае это логика скрипта, логика ваших фишек, ваших фраз, как вы закрываете на продажу. Потому что все мы это будем упаковывать в конкретной технике продаж, в общей корпоративной стезе и с упором на то, что, напоминаю, наш наставник работал с такими компаниями, как Mercedes, с дочками RGD и многими-многими иностранными компаниями. Поэтому будем продавать еще больше, еще успешнее, потому что мы создаем будущее и финансируем его Sky World Community. Вопросы, дорогие друзья? Алексей, как обстоят дела с постройкой трассы для Юнилайта в Экотехнопарке Марии на Горке? Что-то вообще ничего не слышно. Обещали построить трассу для перевозки рыбаков. Инвестором выступал сам Юницкий Анатолий Эдуардович. Я думаю, что будет отдельная новость по поводу этого. И я абсолютно не сомневаюсь, что с Юнилайтом все хорошо, потому что не такая сложная трасса это по сравнению с высокоскоростной трассой. Хотя каждая трасса уникальна, но если Юнилайт начинал строиться, значит, он был запроектирован и готов к строительству. Значит, он будет построен и будет построен срок. Обещали в марте закончить сертификацию Юникара в тропическом исполнении. Уже на дворе мая, пока тишина. Что можете сказать по этому вопросу? Если не сказали, что сертификация Юникара в тропическом исполнении завершена, это не значит, что она не сделана. То есть помните о том, что сейчас мы также в абсолютно привычном формате, без задержек, без каких-либо пауз информируем, максимально разрываем информационный вакуум, но всё-таки не всю информацию можно говорить. Если об этом не было сказано, об этом, значит, нельзя пока что говорить. Почему в такой серьёзной компании, как ЮСТ, не работает эквариант как приём платежей на рассрочке по приёму платежей? Хочу сказать, на самом деле ситуация это не только у нас, это не только можно сравнивать с пирамидами, с МЛМ и так далее. Это вообще касается финансово-инвестиционной сферы. И если, тем более, компания работает на масштабе более чем сотни стран, законодательство везде разное, и, естественно, банки не всегда идут навстречу. Если бы мы продавали, например, какие-то продукты, ну, например, БАДы, мы продавали, вопросов никаких вообще бы не было абсолютно. Здесь финансовый продукт, непростой продукт, венчурный продукт. Поэтому, да, пробелы с карточками, с оплатой по картам происходят, и я не исключаю, что они и будут. Поэтому я лично призываю всем перестраиваться на криптовалюту, потому что вообще по криптовалютному направлению у меня никаких сомнений нет, что оно только будет развиваться. тем более не забываем, что компания Unisky Stream Technologies готовит свою платформу для размещения логики security token offering уже по всей технологии программы Ecomir. Поэтому криптовалютам нужно обучаться, даже если кому-то страшно. Ну, и я считаю, что мы будем решать эту задачу. Я лично мониторю, представил несколько решений, потому что в логике криптовалют именно замены банковских платежей сейчас выходят на рынок фактически несколько проектов. Я постоянно их отслеживаю, то есть тоже мои помощники отслеживают, и лучше даже в этой логике мы будем развиваться. То есть это не показывает то, что вообще это не касается для начала компании UST. Это касается деятельности Sky World Community и RSV, потому что у нас финансовая деятельность на привлечение инвестиций в венчурные проекты. Не все банки это понимают. И здесь стоит помнить, что у нас многоуровневый маркетинг. Кто-то воспринимает это как аналог MLM, а среди MLM много присутствует скамов, пирамид, поэтому и возникают такие проблемы. Но это не про репутацию, это не про серьезность компании Sky Stream Technologies. Ну и я сказал бы даже не про серьезность компании Sky World Community. Призываю всем обучаться. Поставьте плюсик вообще, если не достает инструкции по криптоплатежам. Потому что криптовалюту можно пополнить на самом деле через карты очень просто. Почти во всех странах. По свифтам не было и нет проблем оплачивать. Очень просто. Распечатываете, идете в банк и готовы. Ну, с Вячеславом согласен, но кто-то не хочет ходить в банк, кто-то хочет делать все на удаление и быстро. То есть тут опять же, если хочется сделать быстро, работаем про крипту. По крипте. Игорь П. Алексей, про наш SVG токен. Никаких подвижек не слышно. Обещали запустить платформу в первом квартале 2020 года. Уже год прошел и так же тишина. По криптонаправлению, как я говорил, что не буду говорить конкретику, так как я за него не буду говорить, могу сказать, что платформа развивается. И у меня есть четкая информация, юридически все фактически готово. Сейчас технически идет связка с фондами различные API-соединения и так далее. То есть все будет. В этом плане ничего не останавливается. То, что не останавливается, это могу точно сказать. Но тут уже вопрос от команды. на данный момент по статистике транзакции биткоина в среднем стоит 60-80 долларов. Александр, абсолютно согласен, но вы говорите про эфириум. Мы, как SkyWalt комьюнити, я, как криптовалютный энтузиаст, постоянно мониторю, и мы будем предоставлять средства платежа в криптовалюте, которые будут иметь минимальную комиссию. в том числе те решения, которые сейчас выходят на рынки. По эфиру абсолютно согласен. Это аномальная ситуация, и, естественно, она не идет нам на руку. Коллеги, но, в принципе, я думаю, что на вопросы я ответил, и до скорых встреч на следующих вебинарах, и я надеюсь, что из вас все больше и больше людей будет проявлять энтузиазм в заполнении материалов по системе продаж и обучения СВЦ 2.0, потому что все равно в любом случае мы эту систему сделаем, но чем мощнее, чем коллективнее будет наш ум и сознание, а это только в виде накопленных больших данных, которые мы собираем, иногда таким образом, иногда в группах, в чатах, в закрытых, тем мощнее система будет. Я надеюсь, что это наше с вами общее дело и наша с вами общая задача. Всем счастливо, дорогие друзья, до скорых встреч, до скорых вебинаров. Пока.